Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Новости последних дней вышли не только интересными но и весьма полезными. Думаю вы помните, я в прошлом выпуске рассказывал что у RTX 3080 имеются проблемы с вылетами в играх. Так вот оказалось что проблема действительно техническая и исправить ее на уровне драйвера невозможно. Также в сети появляются интересные инсайды о RTX 3060 Ti, Ryzen 4000 и RDNA 2. Обо всех актуальных новостях из мира IT я расскажу вам прямо сейчас, но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с проблем новенькой RTX 3080. Проблема проявляет себя когда частота GPU преодолевает отметку в 2000 МГц, а единственным ее решением пока является ручной даунклокинг графического процессора. Выяснить причину такого поведения некоторых GeForce RTX 3080 все таки удалось. В нестабильной работе адаптеров виноваты фильтрующие танталовые конденсаторы, расположенные на тыльной стороне печатной платы в области графического процессора. Произошло такое из-за того, что партнерам не хватило времени перед запуском RTX 3080, чтобы должным образом проверить устройство на стабильность. Один из вендоров EVGA также подтвердил эту проблему. В ходе подготовки к массовому выпуску RTX 3080 заокеанский вендор обнаружил, что адаптеры с шестью танталовыми конденсаторами не могут пройти тестирование в реальных приложениях. Решением проблемы стало использование четырех танталовых вместе с двадцатью керамическими конденсаторами. Однако на поиски причины у EVGA ушла почти неделя, из-за чего выход GeForce RTX 3080 FTW3 был отложен. Чтобы всем было понятно о чем идет речь, стоит взглянуть на заднюю сторону чипа. Красным выделены танталовые конденсаторы, а зеленым керамические. Таким образом при покупке видеокарты GeForce RTX 3080 следует обратить внимание на тыльную сторону платы, а именно на область графического процессора. Если набор фильтрующих конденсаторов представлен шестью танталовыми, то имеется вероятность, что адаптер будет нестабильно работать при частотах GPU выше 2000 МГц. В остальных случаях, когда присутствуют керамические или на месте танталовых распаяны более дорогие алюминиевые и полимерные конденсаторы, беспокоиться не о чем. К примеру, вот так выглядит RTX 3080 Trinity от Zotac. У нее распаяно шесть танталовых кондеров и она может иметь проблему с вылетами. А вот на RTX 3080 TUF Gaming распаяно шестьдесят керамических кондеров и с ней уже проблем быть не должно. А вот изображение печатной платы референса Nvidia. У нее распаяно двадцать керамических и четыре алюминиевых полимерных конденсатора. А в то же время без какого-либо официального уведомления компания MSI изменила конфигурацию конденсаторов. До этого MSI открыто признала проблему вылетов в играх во время своего стрима MSI Insider. Однако предположила, что вина может лежать на ошибках в драйверах, а не на аппаратной части. На данный момент известно, что изменению подверглись видеокарты RTX 3080 Gaming X Trio. В данной модели было использовано пять полимерных конденсаторов, а также набор из десяти маленьких керамических кондеров. Однако статистика показывает, что на карты с данной конфигурацией конденсаторов пользователи жалуются не так часто. Она более стабильна в работе по сравнению с набором из шести танталовых конденсаторов. Однако MSI по-тихому заменила один полимерный кондер на десять керамических и втихую заменила изображение на своем сайте. Выходит, что проблема также имела место быть и ее оперативно поправили. Но во что делать обладателям старой партии видеокарт неизвестно. Скорее всего можно обратиться по гарантии. Но если вы собираетесь себе покупать RTX 3080, то обязательно проверяйте какой именно набор конденсаторов стоит в вашей модели. Так как большинство видеокарт сейчас подвержены проблеме с вылетами и они еще очень долго будут ходить по магазинам. А буквально на днях стали известны новые подробности о видеокарте RTX 3060 Ti. По всем имеющимся данным она будет выпущена спустя недолгое время после RTX 3070 в октябре и основана на том же чипе Nvidia GA104. В свою очередь обычная версия GeForce RTX 3060, которая и должна стать народной, получит абсолютно новый чип GA106, который еще не готов к запуску. Поэтому сроки релиза GeForce RTX 3060 не определены и вероятно могут быть сдвинуты на 2021 год. Сама же модификация графического процессора GeForce RTX 3060 Ti носит название GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Это на 1024 ядра меньше, нежели у GA104-300 в составе GeForce RTX 3070. С точки зрения видеобуфера отличий от старшей версии нет. Имеются те же 8 ГБ GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, шиной 256 бит и пропускной способностью 448 ГБ в секунду. По информации партнеров, Nvidia RTX 3060 Ti будет потреблять немного больше энергии, нежели RTX 2070 или RTX 2060 Super. А параметр Total Graphic Power у нереференсных моделей составит порядка 200 Вт, а у эталонных карт на пару десятков Вт меньше. Кроме того, в очередной раз подтверждается информация, что на последний месяц осени у Nvidia запланировано еще несколько громких анонсов. Речь идет о 3D-ускорителях GeForce RTX 3080 на 20 ГБ и GeForce RTX 3070 Ti на 16 ГБ, которые станут ответом зеленых на флагманские карты конкурентов из серии AMD Radeon RX 6000. На данный момент уже ожидается, что RTX 3070 Ti, помимо удвоенного количества АЗУ, получит небольшую прибавку CUDA-ядер. А RTX 3080 на 20 ГБ обойдется без модификации в виде чипа. Тем временем уже в следующий четверг нам покажут новые процессоры на Zen 3. Ожидается, что в число представленных новинок войдут как серверные Epic 3-го поколения, так и новый Ryzen для настольной платформы AM4. Если верить последним утечкам, то Vermeer с новой микроархитектурой войдет в линейку Ryzen 5000, тогда как серия Ryzen 4000 будет представлена только гибридными чипами Zen 2. Свежими подробностями о центральных процессорах Ryzen 5000 накануне поделились немецкие техноблогеры. Их источники приписывают 12 ядер и 24 потока модели Ryzen 9 5900X. Также частоту турборежима в районе 5 ГГц, а номинальный уровень TDP в 150 Вт. Частота Precision Boost для всех ядер по прежнему будет далека от 5 ГГц отметки. Однако пиковое значение уже на несколько сотен МГц выше, чем у аналогов на Zen 2. Но вместе с частотой вырастает и теплопакет. Например, у Ryzen 9 3900XT он составляет всего 105 Вт, а не 150, как пророчат 5900X. Скорее всего именно поэтому у материнских плат на B550-ом чипсете так сильно подтянули питальник. Разумеется, что AMD работает и над 16 ядерной моделью Ryzen 9 5950X, но первое время возглавлять семейство десктопных процессоров Zen 3 будет именно 12 ядерный CPU. А еще на днях обнаружилась документация внутреннего пользования Intel, описывающая рекомендацию по напряжению источника питания. В документах прямо упоминается серия Core 11 поколения, которая в данном контексте означает Rocket Lake S и Alder Lake S, которая кстати не обозначается как 12 поколение. Планы тестирования блоков питания являются технической документации для производителей материнских плат и блоков питания, с учетом которых создаются продукты для новых поколений процессоров. Сравнение таблиц 11 и 12 поколения с таблицами 8 и 9 поколения показывают небольшой рост по всем параметрам, из чего можно сделать вывод, что TDP процессоров может оказаться чуть выше прошлых поколений. Также известно, что настольные процессоры Intel Core 11 поколения, относящиеся к семейству Rocket Lake S, выйдут в первом квартале 2021 года. Впервые за много лет они сменят микроархитектуру со Skylake на Kypress Coff, родственную V-Lof Coff в мобильных процессорах Tiger Lake U. А буквально на днях свежая запись в официальном блоге американского онлайн-магазина раскрыла технические характеристики и состав линейки видеокарт AMD Radeon RX 6000. Однако подтвердить или опровергнуть эти сведения можно будет только после официальной презентации AMD, запланированной на 28 октября. Утечка касается трёх чипов, Navi 21, Navi 22 и Navi 23 и отображает основные спецификации, такие как количество вычислительных блоков, тактовые частоты и целевые показатели мощности. Эти данные также были обнаружены в бета-версии macOS Big Sur. Как и в прошлых утечках, Big Navi получит 80 вычислительных блоков, а Navi 22, как и предполагалось, получит 40. А вот утечка про младшую видеокарту RDNA 2 появилась впервые. Navi 23 относится к решениям RX 6000 начального уровня. На кристалле Navi 23 может уместиться 32 вычислительных блока. Также в микроходе фигурирует ещё один флагманский GPU Navi 31 с 80 вычислительными блоками. Информации про него мало, но этот чип может появиться в серии Radeon RX 7000 или эксклюзивных Radeon Pro для Apple Mac. Я лично предполагаю больше второй вариант. Ну и хочется поздравить владельцев Hackintosh'а с поддержкой видеокарт нового поколения AMD. А тем временем Gelid Solution пополнила свой ассортимент систем охлаждения моделью SlimSilence AM4, рассчитанной на использование в небольших компьютерах. Кулер совместим с процессорами в конструктиве AM4, что дополнительно отражено в его названии. При этом сам вендор рекомендует использовать новинку с чипами номинальный ДТП которых не превышает 85 Вт. Процессорный кулер Gelid SlimSilence состоит из алюминиевого радиатора с двумя медными теплотрубками в основании и 65-мм вентилятором на шарикоподшипнике с шимуправлением скоростью в диапазоне от 1200 до 2600 оборотов в минуту. Продажи системы охлаждения Gelid SlimSilence AM4 начнутся уже в ближайшее время, а рекомендованная цена новинки составит всего $22. Также поступила информация про Nvidia Reflex, которая призвана уменьшить системные задержки в быстрых соревновательных играх. Специалисты чипмейкеров вместе с крупными игровыми студиями уже работают над тем, чтобы обеспечить ее поддержку как можно большим числом проектов. И сегодня она появилась с Call of Duty Modern Warfare и Call of Duty Warzone благодаря набору драйверов GeForce 456-55. Использовать технологию Nvidia Reflex можно на адаптерах серии GeForce GTX 900 и новее. А согласно оценкам чипмейкеров в случае с GTX 1660 Super она позволяет уменьшить задержку от клика мыши до реакции на мониторе примерно на треть. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по железу в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.